Дуэт Та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе этой команды, позволяет ей почти автоматически записывать очередные три домашних очка себе в актив. А если добавить к локальным успехам еще парочку выездных, тогда можно смело говорить о потрясающей готовности этой команды к сезону. Никто не готов, никто не хочет уступать, ни одного. Думаю, надо бит и забивать. Удар! Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь мяч у команды соперников. Бей! И... Танго! Ну же! Было видно, что удар вряд ли будет точным, но бить поворотом надо. Удачи от игроку! И слабее! Удачи от игрока! so Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подключаться он любит, хотя, конечно, не в каждую атаку, но вот мне кажется, его подключение в этот раз было неожиданностью для соперника. Да, когда защитник забивает гол, это значит, что соперник к этому не был готов. Выбит мяч из пределов штрафной. Думаю, надо бить и забивать. И вот он удар поворотом. Отбил его, но куда? Опасно! Удар, но мяч встречается с защитником и отскакивает. В половине случаев тренер, давая на пустые перед игрой, говорит атаку до удара. То есть, если ударов мало, значит тренер хует. Установка выполняется не до конца. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворотом. Бум! Выигрывает Барько вверху и бьет. Мяч летает до ворота и опять равенство в счете. Такой удар головой. Ого, такие не берутся. Нет. Вы только посмотрите, как точненько мяч лег на голову. Ятченко. И посмотрите, сколько вариантов у атакующего игрока. Время на футболе очень много ударов блокируется защитникам. Так что, что мы видим сейчас, это никакая не новость. Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Неудачный прием и как следствие потери. Порой в обязанности защитника и входит тушить пожар, собственно, и штрафной. Продолжение следует. После первого тайма счет в матче ничейный. 1-1. Пока что динамическое равновесие во встрече. Как-то хорошо выразился по поводу... Хорошо смеется кто, кто смеется в последнем. Это к тому, что если по продолжительности первый и второй тайм одинаковые, то удельный вес второго все-таки, как правило, несколько лучше. Не удалось игроку добиться своего. Мяч у него отобрали. И кто подберет его теперь. Отобрали мяч у соперника и посмотрим, получится ли встречный атака. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Получился рикошет и, естественно, вполне, что мяч у лаути. Два новых игрока у бровки, притом из разных команд. И там, и там. Замена. Вот шанс забить. Думал, а вот удар. Натарь получает команду, но мяч отскакивает и... Думал, надо бить и забивать. Сборок! Ну давай! Я скажу, пожалуй, по делу. Пожалуй, справедлив этот гол. Поигрел. И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое приносит немного, немало гол. А вратарю остается только расстраиваться, что у игрока такая полотная голова. Передача не прошла, есть время отдышаться. Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил. А ведь могло быть и так. Выдавает мяч вверху и бьет. И такой удар головой. Гол! Блин на скамейке. Тоже не последняя в футболе вещь, правда? Выходит на замену ребята, способные забить. Это хорошее дело. Удар головой это не только отдельная кнопка, но и отдельное искусство. Видим мы борьбу. Думаю, надо бит и забивать. И вот он, удар поворотом. Это гол! Одна из команд далеко была впереди. Вот сейчас один лишь мяч остался. И очень тяжело сейчас. Будет несколько следующих минут. Велика вероятность того, что по горячему следу можно еще пропустить. Можно не собраться, можно как-то подбирать концентрацию. Поглядим. Следующие несколько минут будут жить. Да, добраться до лидирующей сейчас команды. Это, конечно же, очень увлекательная задача. Посмотрите, как они приблизь в ее выполнение. Они вроде никуда не спешат, но это они ведь делают. Ослабит соперник, бить на спеши пропало. Сам по себе процент ладения мячом, он не так много определяет. Потому что в этих 50% ладения, да, одни могут сделать вот это, а другие вон то. Вот. И счет на табло может быть такой, как Майонил, а может быть и оборот. Поэтому, ну что, принял к сведению. 50 на 50% и все. Я от статистики тупею. Неточность. Соперник мяч перехватывает. И выносит защитник мяч. Не пошла атака по планку. Нет нарушения правил. Ну уж я не знаю, просто грубым фолом соперник должен прерывать это изящество. Пока просто катают мяч, возят соперник. Трибуны во все гонят хозяев вперед. Еще бы. Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. Перехват в середине поля. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Уголки пероиграет на выходе. Не идет мяч в ворота. Ни в те, ни в другие. И уже очень-очень давно. Да, не вышло. Посмотрим, что принесет вот это тренерское решение. Вот так, насколько не получилось. Свистит орбит, она как и положено, свистеть, когда матч завершен. Красивый футболь сегодня, куражный показала команда. Я не думаю, что все матчи до конца сезона она будет играть именно так, но сегодня было на что посмотреть. Нападение великолепное. И то, что вытворяла команда на половине соперника, заставит нас еще вспоминать и вспоминать эту игру. Ну что ж, надеюсь, это время не зря мы провели с вами. Комментируем.